Добрый день, дорогие друзья! Вместе с вами сегодня я хотел бы порассуждать на такую тему, как признаки старения. И существует понятие старости и возрастное. Это Всемирная Организация Здравоохранения считает от 75 и более лет. То есть до 90 лет от 75 это старость, а долголетие это от 91 года и выше. Но, естественно, мы сейчас будем говорить не о цифрах, а о признаках старения человека и их два направления. Это внешние признаки и внутренние признаки старения. И давайте просто перечислим не все, но часть из этих признаков. Итак, внешние признаки это морщины, облысение, седина, пигментные пятна на теле, сухость и дряблость кожи, атрофия мышц, хронические боли в суставах, быстрая утомляемость, зубы, которые приходят в плохом состоянии, причем массово, и ухудшение зрения. Я выделил 10, конечно же их больше. Теперь внутренние процессы, которые являются признаками старения человека, это усталость духовная. Это снижение интереса к разным сторонам человеческой жизнедеятельности. Третье. Это старение внутренних органов человеческого тела. Четвертое. Снижение оптимизма у человека. И, наконец, пятое, которое я выделяю, это возрастные депрессивные изменения, которые появляются у человека. И, конечно же, признаки старения многих людей, они пугают, настораживают, озадачивают. К сожалению, старение это естественный физиологический процесс для каждого животного, растения и людей. Но есть патологическое, преждевременное старение. И об этом надо тоже знать. И различать физиологическое старение, то есть естественное, и патологическое, преждевременное старение. И поэтому необходимо применять определенные действия, которые замедляли бы эти процессы старения. И для этого существует как духовное воздействие, так и физическое. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...